добрый день ну сегодня солнышко светит уже температура хорошая плюсовая на плюс 10 ну вот здесь где солнышко припекает снег растаял плюс сосна ну а в лесу конечно снега много лесу снега это только вот здесь на бугорке где прогревается солнцем течение всего дня вот ну что сегодня попробуем с вами одну тему взять про висудху чакру такая чакра на самом деле очень непростая но висудха чакра связана с информационным планом напрямую и поэтому если человек так сказать лжет так сказать дезинформацию распространяет сопутствует и лжи и таскать как бы еще сыплет проклятие то он естественно рабатывает негативную карму и засоряет висудху чакру вот ну сейчас мир просто наверное сошел с ума потому что мне кажется просто затмение на людей нашло потому что все средства массовой информации вот эту ложь на нас и льют вот но и естественно когда у человека засорена висудха чакра он не может адекватно оценить я так сказать ложную информацию от истинная информация дело в том что мы лжем ну все лгут до с детства там ребенок приходит из школы и говорит матери что он ничего не получил что все хорошо в школе хотя у него может быть все плохо тут уже маленькая ложь она порождает потом большую ложь но страшная как бы заключается еще дальше потому что ложь она рука об руку идет с с желанием воровства то есть она идет напрямую с воровством стяжательством вот потому что часто люди лгу для того чтобы украсть присвоить себе что-то либо спрятать то что они уже украли вот и а воровство но напрямую связано уже с завистью со злостью то есть вот в росту это признак жадности то есть жадность побуждает воровство вот и давайте проведем параллельки как раз чакрами здесь очень интересно получается потому что если человека забита весутка чакра а весутка чакра имеет 17 как бы но до 17 вибраций то есть 16 лепестков плюс центральная биджи до чакры тоже она вибрирует определенным образом то есть если она засорена то автоматически у человека третий глаз он наполовину засорен то есть как раз засорена у него право левое полушарие которое связано с осознанностью мира то есть с нашей реальным восприятием то есть когда мы осознаем мир то есть раз засорена эта часть сознания да то есть правое полушарие она подознать за подсознание отвечает а левое отвечает за сознание раз это засорено значит человек неадекватно воспринимает мир и вся та информация которую к ним приходит он ее не видит ее истинной природы дал живы или не лживой это как бы один аспект второй аспект вот эти 16 вибрации они напрямую связаны сахасрара чакры асхасрара чакра на макушке которые находятся и естественно сахасрара блокируется и человек не может быть связан ну скажем так с богом да с высшими иерархиями потому что он через сахасрару чакру связан с высшим вот ну плюс жадность и стяжательство она еще дает дополнительно 11 вибраций негативных до по животу идет блокировка значит это тоже влияет на сахасрару чакру это влияет на муладхару чакру и на нахату чакру то есть по сути дела вот эти негативные качества такие как ложь такие как жадность и стяжательство они в конечном итоге приводят к насилию дам то есть человек уже становится склонным к насилию к убийству и он уже ради своей выгоды уже идет на все может убить может покалечить может ну в общем причинить вред окружающим людям окружающей среде то есть ради своей жадности ради своей наживы поэтому вот смотрите как на самом деле работают вот эти вот основные принципы морально-этически если они нарушаются то мы фактически блокируем свои чакры вот и естественно они не развиваются то есть они находятся в таком блокированном состоянии ко мне просто мне люди очень многие пишут так как открыть третий глаз там вот а я вот сижу пахчу третий глаз не открывается ну чтобы открыть третий глаз вы должны вначале соблюдать морально-этические принципы если вы не соблюдаете вот видите я вам как раз описал как этот механизм работает поэтому ваш третий глаз вы никогда не откроете если вы не соблюдаете морально-этические принципы и лжете до лжете сыплете проклятие обманываете других распространяете дезинформацию но это гарантия что вы третий глаз никогда не откроете поэтому прежде чем что-то открывать не зря йоги говорят что первый принцип йоги первой ступени это соблюдение морально-этических принципов да если вы соблюдаете у вас тогда идет прогресс если не соблюдаете но вы будете пахтеть жизни и ничего у вас не произойдет то есть это будет очень медленно а даже если ваш какой-то центр откроется благодаря вашим практикам ну не дай бог конечно вы активируете негативную карму и получите все так сказать со стороны окружающего мира весь негатив который вы когда-то создали против него то есть если скажем открою начнет открываться скажем у вас а весутха чакра то вас будут постоянно обманывать вы постоянно будете находиться в дезинформации ну и естественно понятно какие следствия да если откроется манипура чакра и ваша карма активируется то вас постоянно будут грабить по разным планам вот и вы будете терять благополучие постоянно до будете нищим поэтому здесь вот эта палка двух концах когда сейчас вот люди стремятся открыть свои чакры но при этом не занимаются не работает над своими морально-этическим принципе и принципами и ведут неправильный образ жизни в социуме и по отношению к своим близким и к себе ну вот о чем я сегодня хотел поговорить всех благ вам